Последний раз пекла пирожки и тесто мне понравилось. Хочу с вами поделиться этим рецептом. Нам понадобится 300 мл тёплого молока, 15-20 г свежих дрожжей, 2 столовые ложки сахара, 30 г сливочного масла, 2 яйца, 1 ложка соли и 500-600 г муки. Для начала делаем опару. Разминаем дрожжи. Блин, ну такие классные, я так обожаю разминать дрожжи. Смотрите, какие они классные. Добавляем ложку сахара. В столовую и тёплого молока. Я его подогрела. Ну где-то третью часть тёплого молока или половина. Вот видите. И всё это я руками буду делать. Вот так вот. Дрожжи, чтобы растворились. Растворились. Руки чистые, поэтому есть нам. Но можно и вот этой штукой тоже. Так, я разогрела духовку до 50 градусов. И отправлю опару на 15-20 минут в духовку. Разогретую до 50 градусов. Так, продолжаем. Два яйца. Ещё ложка сахара. И всё это перемешиваем, взбиваем. Можно руками, можно чем хотите. Я вот так. В роботе буду мешать. Добавляем туда масло, растопленное. И всё перемешиваем. Молоко. Наши оставшиеся. От 300 миллилитров. Ну всё, перемешали. Теперь мы сейчас будем сюда добавлять... А, нет. Опару, нашу опару. Вот такая кузовичитая опара. Сейчас мы её добавим к нашему... К нашей жидкой части. Перемешали. Просто надо закрыть, чтобы перемешивать. И будем добавлять муку. По чуть-чуть. 500-600 грамм. Воспользуюсь своей новой кружкой. Просеиваем. И перемешиваем. Добавляем ещё муки. Итак, 500-600 грамм муки. Это 300 грамм муки. Добавляем ещё. На этом этапе добавляем столовую ложку соли. И опять вымешиваем. Вот у меня ушло 500 грамм муки. Но, видите, ещё жидко. Ещё добавлю 100 грамм. Вот такое тесто. Оно уже, видите, почти не липнет к рукам. В общем, руками его ещё надо минут 5 вымешивать. Я ещё раз поставлю на вымешивание в роботе, чтобы оно ещё раз перевымесилось. А руками, если то, ещё минут 5 вот так его жмакать, жмакать и жмакать. Тесто пожмакалось. Теперь мы вот так вот руки маслом смазываем. Ой, какое оно классное, тёплое такое. Классное, классное. И выжмакиваем сюда, чтобы руками ещё пожмакать. Сейчас я его сюда вывалю и вам покажу. О, какой он классный, тёплый такой. И сюда. Вот так вот. О, какой он классный. И ещё минут 5 жмакаем. После того, как пожмакали в масле, вот так вот сверху тоже маслечком поливаем. Плёночку накрываем и отправляем ещё. Духовочку нагреваем до 50 грамм. Ой, грамм градусов. И на часик, на минут 40-50 отправляем тесто, чтобы оно подходило. Набирало вес и было шикарным. Смотрите, моё тесто, какое оно шикарное. О, это просто... О, ой, мадре миа. Какое оно классное, друзья. Это какой-то антистресс. Смотрите. Антистресс. Пипец какой-то. Делаем шарики. И лепим пирожки. Гораци. А начинку. У меня будет варенье, джем этот, из хурмы я варила. Думаю, почему бы и нет. Сейчас не забацим. Сейчас забацим. Шарики такие вот у меня получились. Сейчас мы их будем раскатывать. И будут у меня такие вот вкусняшки. Вы знаете, я раньше думала, что у меня с дрожжевым тестом есть проблемы. То есть, оно у меня не получалось. Но выяснилось, что просто у меня были неправильные рецепты. Потому что сейчас все получается слепливые. И будут вот такие у меня пирожочки. Пирожочки мои, пирожочечки. Слепливайся. Не разлепливайся. Не разлепливайся. Не хочет слепливаться. Может надо поменьше класть начинки. Тогда будет все окей. Я так думаю. Сказала Оксана и положила много начинки. Я люблю много начинки. Поэтому душа радуется. Вот. Это другое дело. Это другое дело. Потом я еще с сахаром сделаю. И просто такие булочки. В общем, будет вкусняшка. Ням-ням. Ням-ням-няшечки. Ну что, красивая. Поехали кататься. А другие будут с тростниковым сахаром. Маслечком обмазываем. Сыпем сахаром. Тростниковый. Ой, тростниковый. Кокосовый. Какой тростниковый. Заделаем вот такой жгутик. Рулетик. Сердечко будет. Вот так. И вот так. О, какое сердце. А мне так хочется покоя. Сердце. Как хорошо на свете жить. Сердце. Как хорошо, что ты такое. Спасибо сердце, что мне так хочется любить. Трам-там. Какой увлекательный процесс. Боже мой. Кто бы мог подумать, что меня все это будет интересовать. Ну, тем не менее. Спасибо сердце. Что мне так хочется. Любить. О, какое сердце. Сердце. Продолжаем. Обмазываем все желтком. И идем разогревать духовочку. Пока будет духовочка разогреваться. Они как раз подойдут. И будет шикардосно. Желточком вот так вот обмажем. Чтобы они у нас золотые были. И красивые. Вот так. Вот так. Чуть-чуть. Вот так. И наш недоделанный тоже помажем. Вот этот вот какой-то уродский. Они уже красивые. Уже вкусные. 180 духовочка включается. И все. Пертия. Первая партия готова. Пирожков. Я сейчас чай уже себе навела. И один вот приготовила. Сейчас я его слопаю. Вот. Немного правда стыть должен. Варенье, конечно, вылилось. Но не все. Смотрите. Кто хочет ко мне на пирожки? Смотрите, какая красота. Запах стоит нереальный. Сейчас я его с чаем как заточу. Смотрите, какая красота. Вкусняшка. Ай, какая я молодец. Рукодельница-то какая. Какова красота. Какова. Ну и как же не попробовать-то? Не почапкать на камеру-то. Как магазинные. Шикарное тесто. Всегда буду теперь такое делать. Пробуйте, друзья. Я раньше думала, что я к тесту вообще никакого отношения не имею. Что у меня оно никогда в жизни не получится. Да прям. Обалденные. Ванильку добавлю в следующее. А, нет. Потому что я сделала там 5 еще просто таких булочек без всего. Мужу, чтобы он туда что-нибудь зафигачил. Ну и там, например, колбасу какую-нибудь. Я бы штук 6 съела. Но съем всего одну. Мукбан. Опять. Мне никогда раньше плюшки не нравились. Ни плюшки, ни булки. Все меняется. Все течет. И варенье, знаете, оно у меня стоит. Думаю, что стоит. Кого ждет. Шикардошное. Шикардошное. Шикар.